Кричат болельщики гол. Универсальный спорткомплекс Подмосковья вновь собрал людей влюбленных в мини-футбол. Играют Челковский подзембургас и команда мини-футбольного клуба Лобня. Очередной этап чемпионата Московской области. Кто же на этот раз поднимется на одну ступень ближе к финалу, покажет игра. И вот команда приветствует друг друга. Еще несколько секунд и начали. Чемпионат уже в разгаре. Это последняя игра второго круга. Всего шесть команд. Первенство Московской области. Первенство России и зона Московской области. Играем в три круга. Команды Видное, Лобня, Климовск, Чехов, Мы и Мытищи. Сейчас мы располагаемся на третьем месте. Делим третье и четвертое место с командой Лобня. На одну очку нас опережает Климовск и на шесть очков впереди Видное на первом месте. Уже с первой минуты последовало несколько атак как со стороны подзембургаза, так и Лобни. Но все же мяч преимущественно был у Щелковской команды. Однако гости в середине первого тайма забили гол, что, пожалуй, только разозлило хозяев площадки. Ответ не заставил себя долго ждать. Счет сравняли, а затем и вовсе вырвались вперед. Итак, конец первого тайма. На табло счет 2-1 в пользу подзембургаза. Уже совсем скоро игра будет продолжена. Продолжили с таким же рвением к победе. Уже на шестой минуте забили гол, а затем болельщикам оставалось только и успевать подсчитывать мячи в воротах команды Лобни. Стоит отметить, поддержка у подзембургаза была весьма активная, что, как отмечают сами спортсмены, очень важно. Даже сами ребята, игроки наши говорят, что когда очень много народу, нам легче играть. И это влияет на результат. В этот день «Фортуна» была явно на стороне Щелковской команды. Второй тайм завершили со спортивной злостью. На последних минутах забили сразу три мяча о ворота Лобни. Ну а счет на табло говорит сам за себя. Первый тайм начали немножко сумбурно. Не могли забить, пропустили. Но, видимо, вот этот гол пропущенный как раз дал стимул забивать. Ну и сами видели, 10-1. Концовку ребят дожали, но им тяжело было, их 7 человек. Поэтому у нас более глубокий состав, поэтому мы свое взяли сегодня. Однако еще не финал. Впереди третий круг чемпионата. Ну а кто станет победителем, покажет игра. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадио компания «Щелково». Анастасия «Щелково» Анастасия «Щелково»